День рождения Деда Мороза в России отмечают 18 ноября. Это молодая традиция. В нынешнем году ей исполняется всего 16 лет. Дата праздника выбрана совсем не случайно. Считается, что именно в этот день в Великом Устюге на официально признанной родине Деда Мороза наступают первые зимние холода. Прообраз знакомого нам сегодня Деда Мороза возник в славянской мифологии. Его в нашей стране воспринимают как волшебника и дарителя, того, кто поздравляет детей с любимым праздником. Вот уже более 100 лет Дед Мороз считается одним из самых ярких символов Рождества и Нового года. Мы поинтересовались у славянцев, что в их жизни связано с Дедом Морозом и чего бы они пожелали себе и своим близким, если бы он взялся исполнить их пожелания. Я в детстве, конечно же, верила в Деда Мороза. И даже скажу почему, потому что я же являюсь по статусу иногда его внучкой, ну ближе туда к концу декабря. У нас такой праздник, мы одеваемся в костюмы и простые обычные Деда Мороза и Снегурочки выходим к людям. Конечно же, Дед Мороз существует, в него нужно верить, это необходимость. Вообще всем нужно во что-то, в чудо верить. Ну а мне пускай Дед Мороз принесет. Ну, наверное, мир во всем мире и пускай все улыбается. Главное, я пожелал бы всем близким и родным, только здоровья. Да. Больше ничего не надо. У многих детях это мечта, что подарил какую-то заветную игрушку или желание какое-то исполнил. Я еще даже не знаю, что я хочу Дед Мороз. Мне как-то не важен себе подарок на Новый год. Мне главное, что семье было хорошо. Я даже детям всегда подарки ложу под елку и до сих пор, ну, конечно, старший уже замечает, мама, это штыш положила. Радостный праздник хотя бы, чтобы был. Хотя бы единственный на Новый год. Вот это, чтобы Дедушка Мороз порадовал чем-то веселым. Дети, внуки, каждому хочется по маленькому какому-то хоть сюрпризику сделать, подарочку. Это же было так давно. Деда Мороза, я не помню в детстве, потому что это роль там. И Деда Мороза, и Снегурочка, наверное, мама все исполняла. А сейчас, ну что, с наступающим всех Новым годом. Я думаю, что все нормализуется. Прививайтесь. И это застрахованы уже от болезней. Ну и всем счастья, богатства в дом. Что бы ни происходило с Дедом Морозом, связаны надежды на маленькое чудо, на изменения к лучшему. И это очень хорошо. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События».